И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, добро пожаловать на новое видео по F1 2020, и сегодня у нас Занворд, причем он будет дождевой. Это опять-таки режим MyTeam, запустые росы, все дела, и нас ожидает новая трасса в календаре, как бы это не новая трасса, это возвращение старой трассы Занворд, немного реконструированной, но все-таки легендарная трасса остается легендарной трассой. На этот этап у нас приезжают обновления, мы становимся не последними и не предпоследними по характеристикам. Также еще я смог выполнить на этом этапе квалификационный темп, да не на фиолетовый результат, но он был на зеленый результат, а это уже какой-никакой прогресс. Так вот, на этой трассе у нас будет дождь, и скажу наперед, то что у нас дождь, это великолепно. Ладно, переходим у нас к квалификации, и вы не поверите, нет, вы не поверите! Я вышел из первого сегмента. Более того, я стал не последним во втором сегменте. Но самое обидное то, что у нас после прошлого этапа сдохла коробка передач, там больше 60% износа, и уже опасно не ехать, и поэтому я вынужден взять новую коробку передач, и за это мне игра выписывает 5 позиций на стартовой решетке. Но у нас же есть еще второй сегмент, и мы в него, собственно говоря, отправляемся, отправляемся на свой круг. Первый круг я проехал на уже использованном комплекте, но на второй круг я отправился на новеньком софте. Круг получился, кстати, достаточно хорошим. Я прям удивлен, как я так хорошо его смог собрать. Но были, конечно, небольшие помарки. Но, в принципе, вы как раз посмотрите, как я прохожу за андворд. Ладно, пока что я 15-й в протоколе, но у нас еще, конечно же, будет огромное-огромное улучшение, потому что, опять-таки, комплект новый, потому что с прошлого сегмента комплект был изношен на целых 8%. Меня уже опускают на 16-ю позицию, но я с первого сектора уже у Переса отыгрываю две десятки, точнее, у Квята одну десятку, а у, собственно говоря, себя отыгрываю одну десятку. Но после второго сектора все кардинально меняется, боты тут почему-то едут быстрее меня, и уже я проигрываю уже Ахкону несколько десяток, да, почти две десяток. Но у себя я снимаю две десятки, отлично прохожу я эту, можно сказать, шикану, которая достаточно интересная. Ну и последний поворот, который с бэнкингом достаточно интересным. Я прохожу прям достаточно хорошо, и это достаточно крупное улучшение, которое выводит меня на позицию под номером 12. Это была бы просто идеальная квалификация, и если бы не одно, но 5 позиций на стартовой решетке, это просто меня убивает. Но ничего, у нас будет дождик, значит, у меня будет возможность как-то себя проявить в этот дождь. Ладно, по полной стартовой решетке у нас на поле Льюис Хэмилтон, кто бы сомневался. Дальше у нас Вальтери, Боттас, опять-таки первый ряд за Мерседесами. Дальше у нас Шарли Клер и Макс Ферстаппен на своей домашней трассе четвертый. Дальше Албан, Риккярдо, Карл Сайнс, Лэнс Строум, Ландо, Норрис и Серхио Перри замыкают топ-десятку. У Себастьяна Феттель у нас штраф в виде 10 позиций, он откатывается на 13-ю срочку. И благодаря этому я не 17-й, а 16-й, потому что сначала выдается штраф ему. То есть я поднимаюсь на 11-ю срочку, а потом только мне выдают 5 позиций и я опускаю на 16-ю. Также у нас еще и Киммер Экк на штраф, он откатывается на 22-ю позицию на стартовой решетке, но в принципе ладно. У нас будет подсыхающая погода, под конец мы должны перейти, наверное, на софт. Просто немного поменял крыло, поставил его поменьше, чтобы не случился инсульт задницы. Ну и в принципе поднял дифференциал и отправился стартовать. Ничего особенного, погнали в бой, в ливень, в заново. Гастинге стартует Гран-при Нидерландов, стартую я достаточно хорошо, хорошо срываюсь с места без полностью режимов. Уже поднимаюсь на 15-ю строчку, пытаюсь как-то пробиться вперед в первом повороте. Около стены приезжаю двумя колесами за ее пределами, за пределами трассы. И поднимаюсь уже на 13-ю строчку, передо мной еще Окон, Норрис и все остальные. По внешней траектории их объезжаю мега красиво, и уже выхожу бок о бок с Ландо Норрисом из поворота, ловлю идеально трекшн. И уже пытаюсь обогнать Карлоса Сайнса, и это у меня получается, я выхожу сразу же на 10-ю строчку после буквально первого сектора. И то он еще не закончен, у нас еще впереди есть Квят, Строл и все остальные. И темп у меня походу реально есть, потому что трекшн я ловлю тут просто идеально. По старту у нас Льюис Хэмилтон направляется в плаванье, чтобы победить на этом этапе. Вальтери Босс уже борется с Максом Ферстаппиным за третью позицию. Шарли Клер уже поднимается на вторую. Ну и также у нас еще позади Ферстаппина, точнее уже это Албан. Албан прошел у Ферстаппина, и уже прошел даже Ботаса, и вышел на третью строчку. Алекс Албан едет к подиуму. И также у нас еще все разъехались, конечно же, кроме меня. Я продолжаю свои похождения в Занворте. Эта трасса просто прекрасно едется в дождь. Ты не должен каждые 3 секунды менять направление своего движения. Ты просто спокойненько едешь по этой прекрасной трассе и просто кайфуешь от жизни. Ладно, продолжаем наш первый круг. Пытаюсь как-то догнать Таньку Квиата. Пытаюсь сделать дайв-бомб, но было слишком далеко. Но у нас есть еще выход из последнего поворота, где я могу получше попытаться поймать держак. Я не понимаю, почему у меня записывается типа индикатор состояния GeForce Experience, но ладно, надеюсь вам это не так уж и сильно мешает. Хорошо, что FPS я хотя бы убрал и делал их поменьше. Ладно, выходим хорошо из последнего поворота, подрубаем все режимы, берем внешнюю траекторию и просто за счет достаточно позднего торможения, и я идеально оттормаживаюсь первый поворот, я его прохожу и выхожу уже на девятую позицию передо мной. Лэнстролл, которого тоже надо проходить. И уже после этого поворота я это пытаюсь сделать. Они тут были очень и очень медленные. Я в него аж уперся, и идеально выйдя из поворота, и я его смог пройти. И уже поднялся на восьмую строчку. Передо мной уже Серхио Перес и Дэн Риккердо, и это будет уже первая позиция в группе B. На третьем круге, под конец третьего круга, я догнал Серхио Переса. Опять же, достаточно хорошо вышел из бэнкинга. Тут, кстати, машину достаточно сильно таскало в дождь. Подрубил все режимы, и попробовав пройти по внутренней траектории за счет позднего торможения, я мало того, что его прошел, еще и идеально оттормозился и попал на траекторию. И вышел уже на седьмую позицию передо мной. Дэн Риккердо, с которым я расправляюсь вообще в очень странном месте, в поворотах, он был тут очень и очень медленный, поэтому я решился тут попытаться его пройти. Не в этом повороте, но, выйдя, почти перекрестив его, я смог его пройти. С контактом даже, потому что, ну, он тупо меня поворачивал. Я все-таки смог его пройти и выйти на шестую строчку. Четыре секунды до Ферстаппена, которого я догонял, догонял. Я почти даже поставил лучший круг, и тут я вам покажу, что я сложность не менял. Это все те же 105-е боты. Я просто не понимаю, откуда у меня взялся такой адский темп в дождь. На седьмом круге я заметил, что уже трасса достаточно сильно подсыхает, и надо уже ехать на пяты. Ну, еще вот увидев, что меня уже начинает паскать, а резина начинает перегреваться, это уже первые звоночки для того, чтобы заехать на пяты. И я не один такой, почти все заезжают на пяты. И... На счет того, что были двойные пидстопы у Рэдбула, я смог пройти Макса Ферстаппена. И уже, получается, отыграл одну позицию. И вот я уже прям за Шарлем Леклером, до которого рукой подать. И... Я вам больше скажу. Весь отрезок на промежуточной резине. Я ехал за ним. На восьмом круге я прохожу уже и Ланда Норрис, который последний был, кто не перешел на интермедиаты, и я выхожу уже на пятую строчку. На двенадцатом круге я вообще поставил лучший круг гонять за Шарлем Леклером. Я всегда утусовался его где-то в полусекундах и спокойно держался. Ну, а на шестнадцатом круге я решил попробовать заехать на пид. Была-не была, нам ехать еще двадцать кругов. Рискнул перейти на медиум. Надо было брать хард, но я решил рискнуть перейти на медиум. Сразу же разрешают ДРС, и я понимаю, что я заехал просто идеально. Я на медиуме сейчас буду достаточно намного быстрее, чем сейчас пилоты на промежутках. Выезд из Питсопа достаточно опасный, даже пересек белую линию на выезде из Пита, но даже предупреждение не дали. Выхал подзади Дэна Риккярда, которого я уже прохожу во втором секторе, потому что промежутки уже просто перестали работать. И после этого круга, за счет того, что я раньше всех перешел на Слик, и он реально заработал, я смог пройти Шарля Леклера и подняться уже на четвертую позицию в этой гонке. Мало того, у нас еще Ботас, Албан и Хэмилтон делают еще дополнительный пиццоп, потому что они переходят на софт, и их ожидать еще одна оздока, потому что полдистанции они на этом комплекте не проедут. На 22-м круге Шарль Леклер пытается меня пройти, я ошибся, я ошибся, он пытается найти себе место, чтобы пройти, там уже и Макс Верстаппин подъезжает, но все-таки он не смог прям хорошо меня пройти. Мы проехали, конечно, бок о бок, у нас был, кстати, контакт, но все-таки ничего мы друг другу не повредили, и просто поехали дальше. На уже 26-м круге к нам позади подъехал уже и Макс Верстаппин, и мы уже своей тройкой едем и боремся за четвертую позицию. Шарль Леклер пытается влезть внутрь перед зоной ДРС, мы уходим на нее бок о бок, но за счет всех своих подробных режимов ничего он сделать так и не смог. Дальше у нас идет уже 33-й круг, у меня резина почти умерла, Алекс Албом побывал на пятах, и я вышел на третью позицию. Шарль Леклер пытается меня атаковать, делает дайв-бомб на внутреннюю траекторию, но из-за того, что там достаточно высокий поребрик, он на нем подскакивает и улетает в стену. Крыло он вроде даже себе не сломал, но он проиграл достаточно много позиций и времени. Да, возможно, я ему тут не оставил места, но я пытался обринять как мог свою позицию. И уже позади меня оказывается два Рэдбула, Макс Верстаппин уже пытается меня атаковать, позади там уже и Алекс Албан. Выбираю я внешнюю траекторию, Албан лезет на внутреннюю, пытается меня пройти, но все-таки я выхожу лучше из этого поворота, порываю овертейк мод и все-таки сохраняя пока что свою позицию, два круга остается до конца гонки. Макс Верстаппин не сдается, пытается мне пройти по внутренней траектории, борется заходим на своем домашнем гран-при, но все-таки я пока что держу свою третью позицию и уже там Алекс Албан пытается пройти Макса, своего напарника Албан на более свежем софте. У меня уже 76% износа, Алекс Албан пытается меня пройти по внутренней траектории, я за него зацепился и все-таки у нас произошел контакт. Я его отправляю просто в прогулку по Гравию, себе я крыло не сломал, но сильно подпортил себе темп. И на 36-м круге у меня лопается покрышка. Я шел к этому подиуму, но у меня вот просто взяла так и лопнула покрышка. У нас сходит Шарль Клер, я пропускаю Макса Верстаппина из-за взрыва покрышки, потому что удержать его я не смог. Подожди меня, Феттель догнал меня на последней зоне ДРС, возможно своя последняя его попытка меня пройти, но я перетормаживаю и получается выношу его за пределы трассы и сохраняю свою четвертую позицию до конца этой гонки. Феттель еще проходит Албан и еще несколько пилотов. Да, поступок мега свинский, да, уже заговаривалось. Но это я пытался как мог. Я пытался усыпить на этой гонке как можно больше очков. Это обязан был быть наш подиум, но, к сожалению, это только четвертая позиция. Да, из-за обидного взрыва покрышки, возможно, из-за этого лишнего круга, когда я прошел Леклера, я и потерял подиум, возможно. Но, что ж поделать, это гонки. Такой элемент неожиданности иногда бывает, но все-таки обидно терять подиум за свою же команду после Роса, по факту. Ладно, у нас будет дальше еще Испания, Монако будет. В Испании я, кстати, видел, что достаточно много багов, когда боты в первом, втором и третьем сегменте просто не ставят времена. А это и есть шанс, чтобы, во-первых, квальнуться на медиуме во втором сегменте, во-вторых, занять достаточно хорошую позицию на старте и попытаться заехать на подиум, кто знает. Тут мы почти смогли, если там еще будет и дождь, кто знает, кто знает, может быть, там, возможно, будет и победа. Только вот не надо, вот кто вот сейчас вот заходит в Steam, вот не надо мониторить, пожалуйста, вот мои ачивки. Все равно, надеюсь, вы там ничего не найдете. Ну вот, да, ладно, пожалуйста, не делайте так. Так, очередной дубль Мерседеса, пятая победа подряд для Льюиса Хэмилтона. Ух, какой интересный у нас чемпионат. Пять из пяти побед забирает Льюис Хэмилтон. Ух, прям реализм. Ладно, у нас на заднем плане льет дождь. Ну, а пойду у нас выглядят так. Льюис Хэмилтон, Вальтер Босс, Макс Верстаппин. Дальше я на четвертой позиции за Постой Роса. Шестнадцатой позиции я прорвался. Алекс Албан, Феттель у нас только восьмой. И мой напарник далеко. Все разнообразие стратегии у вас на экране. Были, как и переходы с сильно дождевых на промежутке и на софт и софт. Но были и переходы сразу же на медиум и до конца. К сожалению, у меня резина не дотянула. В личном счете я поднимаюсь на восьмую строчку, просто проходя миллион болидов. А в кубе конструкторов за счет моего, можно сказать, прорыва мы выходим на шестую позицию, проходя уже и Макларен. Это просто идеально для нашей и для команды. Потому что, ну, у нас цель от генерального спонсора быть восьмыми в кубе конструкторов. А это только пятая гонка из двадцати двух. И мы уже боремся с середняками. Это просто будет, наверное, очень интересный зон. Если мы еще сможем достаточно хорошо прокачать болид, это просто будет пушка. Также еще досягаю пятого уровня своего пилота. У нас же вот Джордан Кинг все еще в шестой. К сожалению, седьмой уровень команды у нас не набивается. Выполняю сразу же две ачивки от спонсоров. Ну и, в принципе, получается достаточно много денег. Больше трех миллионов на счету. Всего лишь два дня остается у нас типа догоночного уикенда. Поэтому я могу взять только двухдневное максимум что-то на развитие. Решил взять развитие отдела износа устойчивости. Потому что износа устойчивость наше все. Потому что коробка передач, да, да. Также еще на три, больше чем три миллиона долларов надо было что-то вкачать. Решил я вкачать в силовой установке вроде либо скидки, либо время адаптации. Я точно не помню, если честно. Сейчас с вами я это по факту буду узнавать. А, контроль качества, точно, точно. Контроль качества это наше все, да. Также еще достаточно много у нас ресурсов. Но, к сожалению, да, не разгуляешься тут, в принципе. 39% неудачи у нас на силовую установку. Но все-таки я решаю взять хоть какое-то обновление. Расход топлива я не стал брать. Я такой типа хотел его брать, но потом увидел, что это расход топлива. Я такой типа не-не-не, не надо. Поэтому решил взять мощность двигателя, выбирая из ERS и мощность. И я взял мощность, потому что, ну, объективно, это будет понужнее. Также в аэродинамике думал что-то взять, но ресурсов у нас, к сожалению, не хватает. Коробка передач у нас новая. Опять-таки, наверное, этапа на три. Вот, надеюсь, в Монако она переживет. Ну и, в принципе, все. На этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока и до встречи в Испании.